Уже давно перевалило за полночь на улице Темень в офисе металлиста Полумрак. И лишь в кабинете спортивного директора во всю бушует жизнь. Евгений Красников на работе. И так изо дня в день. Работа связана с Латинской Америкой. Ухожу я очень поздно. И потом встаю, еду на базу, тренировки, общаюсь с Маркевичем. И дальше вечером работаем. И селекционная служба работает 24 часа. Сейчас селекционная служба может немного выспаться и перевести дыхание. Трансферное окно закрыто. Команда укомплектована. Теперь остается только молиться. Отвечать за деньги омегарков – это тоже не самое большое удовольствие. Но приходится не то, чтобы рисковать, но очень ответственно к этому относиться. И просить Бога, чтобы этот футболист заиграл. У селекционной службы «Металлиста» в финансовом плане полный карт-бланш. Сколько нужно, столько и будет. Но все же деньгами стараются особо не разбрасываться. Столько, сколько мы попросили, нам дали. И вообще без вопросов. Если бы попросили больше? Я думаю, дали бы больше. Я думаю, дали бы больше. Недаром эти фотографии в кабинете на самом видном месте. Это очень долгожданное и памятное событие в футбольной жизни клуба. Металист – обладатель серебряных наград и участник Лиги чемпионов. Но жизнь в самом престижном клубном турнире Европы у харьковчан была слишком коротка. Два матча с Пауком – и все. Потом вердикт Лозаны, переговор УИФА, дисквалификация. Именно то, что решение это было принято в тот момент, когда мы прошли Паук, и меня это немножечко удивило. И вообще все эти решения, и то, когда они принимались, все эти решения, всегда то перед игрой в какой-то нашей Лиге Европы, то перед игрой в чемпионате ответственной. Ну, я не помню, но решения принимались именно в такие периоды, когда были ответственные игры. Ну, это ни о чем не говорит. Может, это совпадение. Он – главный фигурант скандала Ада Говорняки. Якобы его фамилию назвал футболист Лощенко в кабинете президента Карпат Деминского. Сколько это все время тянулось, там, несколько лет, я на это вообще не обращал внимания. Слово Лозана, не Лозана. Я спортивный директор, я не юрист. Все это время Евгений Красников сохранял молчание. И это его первое большое интервью после лозанского решения и дисквалификации со стороны УИФА. Почему молчал, объясняет просто. Старался не обращать на это внимания, чтобы не отвлекаться от основной работы. Мне пришлось один раз поехать в Лозанну на слушание, и больше я ни с самого начала этого дела, ни до сих пор, я вообще туда не вникаю. Я считаю, что это война, у которой не будет победителей. От этой войны, я думаю, проиграли все. Вот эта ситуация. Там и ситуации как таковой нет. Ну, просто. А война чья война? Ну, вы сами знаете, чья война. Как бы я даже не хочу об этом говорить. Просто, может... Как по мне, это никому не нужно было. Суды, слушания, вердикты, апелляции. Только за последний месяц его не один раз отстраняли от работы и не один раз возвращали. Ну, раза три, наверное. Раза три или четыре. Чем закончится вся эта история, и главное, когда, не знает никто. Мирон Маркевич, к примеру, очень надеется и верит в хэппи-энд. Это все сфаборковано, это все прекрасно разумеют. Я думаю, что все еще не закончилось. Я бы хотел, чтобы все сняли с него, с эти звенувачки. Если же судьба не будет столь благосклонной, Евгений Красников уже, кажется, определился, чем именно займется дальше. Это все недоразумение, заблуждение. Это ситуация, которая возникла из ничего. И я живу с верой, с надеждой. Я как бы приложу все силы, чтобы металлист развивался. То есть, юридически, если у меня будет возможность. Ну, а даже если не будет возможности, я буду с такой силой болеть за металлист, что он все равно будет выигрывать. А еще Красников уверен, в Харькове обязательно прозвучит долгожданный гимн Лиги Чемпионов. И случится это уже в следующей осени.